Здравствуйте, друзья! И в этом видео мы рассмотрим модель КАМАЗ-5320 в масштабе 1 к 43 от производителя Элекон. И производство данных моделей было прекращено в 2014 году, и причиной тому стало огромное судебное разбирательство между заводом КАМАЗ и заводом Элекон. Потому что в 2010 году у Элекона закончилось лицензионное соглашение на использование торговой марки КАМАЗ. Конечно же сразу после этого КАМАЗ предъявил многомиллионный иск на использование своего бренда. И так как изготовление масштабных моделей не является основным источником дохода для компании Элекон, все же она известна своими электрическими соединителями, и производство моделей было на грани рентабельности, конечно же было принято решение о закрытии производства данных моделей. Производство данных моделей началось в 1978 году по указу Министерства СССР. За весь период производства данных моделей они не претерпели каких-либо конструктивных изменений. Но тем не менее, это довольно хорошая модель, она очень хорошо попадает в масштаб 1 к 43, у нее правильная геометрия кузова. На данный момент конкурентов для данной модели я не вижу. Если даже рассматривать модель КАМАЗа, который выходил в журнальной серии «Автомобиль на службе», это был КАМАЗ «Самосвал» и КАМАЗ «Топливозаправщик», они намного хуже, чем модели Элекона. У них пластиковая рама, пластиковый кузов, также страдает качество сборки, и даже тот факт, что на модели более богатая деталировка, он не спасает от общих недочетов журнальной серии. Большой минус данной модели – это, конечно же, ее покраска. На кабине имеется различный мусор, и так как пресс-форма очень сильно износилась, то, конечно же, само качество изготовления кабины данного КАМАЗа на очень низком уровне. Данная модель обошлась мне в 570 рублей, что я считаю довольно хорошей ценой для данной модели, если учесть, что у нее подъемная кабина, откидывающийся борт. Если даже сравнить данную модель с моделями от производителя «Наш Автопром», с теми же КРАЗами, то у них не рабочая подвеска, не откидывается борт. И немножко странно, что на более дешевых моделях еще 30 лет назад выпускали такие открывающиеся элементы. Конечно же, видно удешевление производства. И непонятно, за что мы платим эти деньги. В целом, довольно хорошая модель. Как я уже говорил раньше, у нее правильная геометрия кабины, правильно выдержанные общие габаритные размеры. Кабина и рама модели изготовлены из металла. Кузов и тент изготовлен из пластика. В модели откидывается кабина. Имеется имитация двигателя. Довольно примитивная, но все же она есть. Также у модели снимается тент. И откидывается задний борт. Как видите, сам кузов тоже довольно хорошо проработан. Несмотря на то, что эти модели выпускались с 1978 года. Очень примитивное днище, но все же оно выполнено из металла. Имеется имитация рабочей подвески. Видите, на более поздних моделях стали делать поворотники в виде отдельной детали. И если сравнить данный КАМАЗ с теми КАМАЗами, которые выпускались в советское время, у меня также есть эта модель. Она сейчас находится в процессе реставрации. У нее не окрашена кабина. Не хватает некоторых навесных элементов. Но со временем я ее отреставрирую. То видно, что особых конструктивных изменений нет. Единственное, что на кабине добавились боковые обтекатели. На более ранней версии их нет. Также установлена более детализированная решетка радиатора. Имеются сквозные прорези. Также линзы фар изготовлены отдельной деталью. Зеркала на модели стали делать из черного пластика. На более ранних моделях зеркала были изготовлены из белого прорезиненного пластика. Видите, салоны модели не претерпели каких-либо изменений. Единственное различие в кабине, это то, что помимо боковых обтекателей, также убрали перемычку. Сделали более аккуратную. Отлили ее вместе с лобовым стеклом. В то время как на более ранних моделях она была отлита вместе с кабиной. Видите, довольно толстая и грубая. Также у модели улучшены колесные диски. Сделана отдельная резиновая покрышка. Видите, сам диск тоже сделан более правдоподобным. Ну, хотя, конечно же, их качество тоже оставляет желать лучшего. Я думаю, что оснастку на данные модели, возможно, отдали китайским производителям. И, возможно, данные КАМАЗы через какое-то время начнут выпускать в Китае. Но они уже утратят, скажем, ту изюминку, то, что они были сделаны в России. Спасибо за внимание. Это был обзор модели КАМАЗ-5320. И увидимся в следующем видео.